Хай, хай, хай. Ребят, сори. Пишу достаточно срочное видео по этому сменеум монтажа. В комментариях к предыдущему моему видео, как подготовиться к NUET за одну неделю, поступил очень справедливый вопрос. А что, если не успеваешь уложиться за отведенное время на экзамене? Что делать? Я хочу здесь сказать следующее. Я беседовал со многими экспертами в области TSA, в области вообще стандартизированных тестов. У меня есть колоссальный опыт по подготовке к экзамену SAT на высокий балл. Вот я хотел бы здесь отметить именно на высокий балл. А также, ну, конечно же, безграничный опыт подготовки к NUFIPED, SET и вот теперь NUET. Я хочу сказать следующее, что экзамен состоит из 30 вопросов. Да, по одному предмету и 30 вопросов по другому предмету. Вы должны помнить, что проходной балл в районе, вот в прошлом году, он был всего лишь 123 балла. То есть, человек, который набрал 123 балла из 120, а даже были, по-моему, 122, он поступил. Соответственно, нету оснований полагать, что в этом году кардинально что-то изменится. Хотя, конечно, балл может увеличиться, но не об этом здесь речь. Я к тому, что, что вот с этим делать, если вы не успеваете уложиться во все время, во все отведенное время? Вы должны четко понимать ваши сильные стороны и ваши слабые стороны. Например, геометрия не ваш конек. Это означает, что все задачи, кроме геометрии, вы должны, значит, решить вот 100%. То есть, если ваш конек, например, алгебра, или там вы можете хорошо считать, то, пожалуйста, значит, вы первые задачи, которые делаете, это задачи из алгебры и задачи, там, из арифметики. Вы их решаете все на максимуме, тратите на них, очевидно, больше времени, зато убеждаетесь, что они все сделаны правильно. Вы осознанно, сознательно жертвуете самыми сложными задачами. Таким образом, к концу теста, вот если вы, например, 2-3 вопроса никогда не успеваете делать за 1 час, вы настраиваетесь, что решите 27-26 вопросов, но решите их правильно, потратите на них больше времени, не отвлекаясь на очень сложные задачи. Это вам очень сильно поможет. То есть, я называю это, ну, осознанная жертва. Жертва маленьким, ранее большого. То есть, если у вас мало времени, то есть, не хватает времени, если вы плохо решаете, там, определенные задачи, там, 3D-геометрия, 3D-теорема Пифагора или, там, Бейерингс, Виктора, вы, ну, как бы, ну, не знаете. Вот, но это не значит, что экзамен, все, вы не сдали. Нет, вы решаете как можно больше правильных задач. Вот на это вы должны настроиться. И не переживать, если времени не хватает. Самое главное, успеть вот те задачи, которые ваши, их решить. Те, которые задачи у вас плохо получаются, или есть большой риск, что вы ошибетесь, на них тратить мало времени. Вот, где-то надеяться на удачу, но осознанно потратить вот это вот высвободившееся время на ваши задачи. Там, где вы сильны, там, где вы не можете ошибиться. Потому что, если вы поступите иначе, будете пытаться успеть все-все-все уложиться во времени, тогда вы и ваши правильные задачи не сможете решить. А это приведет к тому, что вы не наберете даже проходного балла. Даже балла, который позволит вам просто участвовать в конкурсе. Это же касается и критического мышления. Критическое мышление делится на два больших сегмента. Это problem solving и critical reading. В problem solving есть задачи, которые решаются достаточно быстро. Что-то просто подсчитать, что-то, например, по таблице понять и выбрать необходимую информацию. Либо же где-то составить уравнение и решить. Critical reading – это conclusion, flaws, assumptions, trends and weak, and parallel reasoning. И, собственно говоря, и все. Но кому-то дается легче именно critical reading, значит, вы должны потратить на него больше усилий, больше внимания, больше концентрации и, если потребуется больше времени, пожертвовав problem solving. И наоборот, если вы сильны именно в problem solving, значит, вы должны потратить больше времени именно на problem solving, пожертвовав critical reading. В любом случае, вот все эти экзамены, они не про то, чтобы успеть до конца, а не про то, чтобы набрать как можно больше баллов. А это возможно, если вы решите как можно больше задач правильно. То есть, time management и resource management здесь – это просто топовый совет. То есть, еще раз, стройтесь на то, что вы решите как можно больше правильных вопросов и при необходимости пожертвуете определенными заданиями в угоду того, чтобы достичь именно этой цели. Итого, значит, если вы решите 20 задач по математике и 20 задач по критическому мышлению, вы просто разорвете, вы оставите всех конкурентов позади и спокойно можете ожидать того, что вам придет приглашение. Помните этот простой совет, примените его и если он вам реально поможет, возвращаетесь обратно и ставите лайк этому видео. Если же все пойдет не по плану, приму дизлайк в любом виде. В любом случае, ребят, удачи. До экзамена остается немножечко времени. Я буду стараться разрываться между кампом, марафоном и вот своими учениками и как можно больше давать советов. Ну а если вас что-то волнует, вы всегда можете прислать свой вопрос через комментарий мне в личку, в любой социальной сети. Я активен сейчас, я жду ваших сообщений. Удачи, работаем!